Друзья, всем привет, с вами EnjoySmoke, меня зовут Роман и сегодня у нас на обзоре третий iJust. Так исторически сложилось, что рынок стартовых наборов возглавила модель iJust. А все потому, что компании Elif удалось сделать такой стартовый набор, в котором сочетаются такие параметры, как цена, качество, надежность устройства, а также отличная вкусопередача, плюс неплохой навал. iJust действительно является одним из лучших вариантов для начала своего пути в вейпинге, потому что вам не нужно заморачиваться с покупкой зарядок, аккумуляторов, все и так уже есть в одном наборе. В семействе iJust на сегодняшний день насчитывается 7 различных моделей. Самый первый девайс этой серии iJust Start, который появился в 2015 году. За ним последовал iJust 2 вместе с его мини-версией. Вслед за которым, как ни странно, появился iJust One. Потом вышел абсолютный бестселлер iJust S и iJust Next Gen. Новый iJust вышел сразу в шести расцветках. Стальной, красный, фиолетовый, синий, цвет лужи бензина и черный. На мой скромный взгляд, дизайн нового iJust это верх безвкусицы и уход в какую-то ультраширпотребность. Офигеть. Сколько? 1300. Ничего себе, че так дорого. Эксклюзивная вещь. Эксклюзивная вещь. Лимитед эдишен. Не всем по карману. Китайские дизайнеры вдохновлялись советскими коврами, когда решали, какой же орнамент сюда впилить. И кстати, для каждой расцветки идет свой узор и блестящий 810-й оринговый дриптип, который почти совпадает с цветом корпуса мода. Ну а дизайн клиромайзера Элла вообще не нуждается в дополнительных комментариях. Всю боль вы и так видите сами. Что ж, рассмотрим это поподробнее и начнем с мода. Как мы видим, в сравнении с iJust-S габариты устройства остались практически неизменными. Даже по весу разница составляет всего в 1 грамм. Корпус сделан из цинкового сплава. Диаметр посадочной площадки 25 миллиметров. Надежный и качественный коннектор. Максимальная мощность 80 ватт. А минимальное поддерживаемое сопротивление теперь составляет 0,1 Ом. Что позволит вам в дальнейшем, когда вы научитесь собственноручно наматывать и устанавливать спиральки, купить себе обслуживаемый бачок и водить его на тушке от iJust, не вкладывая дополнительных денег в покупку нового батарейного блока. В функционале батарейника мы не найдем ничего нового еще со времен iJust-S. Емкость встроенного аккумулятора осталась точно такой же и составляет 3000 мАч. Кнопки Fire тоже досталась от упоротых дизайнеров. И теперь она выглядит как щильдик какого-то супергероя, чье имя начинается с английской буквы I. Хотя про супергероя я конечно же перегнул. Такой логотип с острыми прямыми линиями мог бы подойти к какой-нибудь ультраправой организации или террористической группировке. Управление тоже осталось таким же, как и у iJust-S. Включение и выключение, реализованное путем пятикратного нажатия кнопки Fire, изменилась только индикация. Теперь уровень заряда отображается цветным индикатором согласно схеме, которую вы видите перед собой. Заряжается мод через USB-порт. В нем есть функция Post.ru, которая позволяет вам одновременно заряжать и использовать устройство. Но мы не рекомендуем вам этого делать, чтобы ваш аккумулятор служил максимально долго. Теперь перейдем к атомайзеру со странным названием. Hello, Doro! Это новый необслуживаемый атомайзер, к которому еще и подвезли кошерных испарителей. Похожие коилхеды были выпущены к iJust Next Gen'у. Их было четыре типа, на сингл, дуал, трипл и, соответственно, квадрокойл. И эти старые испарители становятся в новый iJust. Но, правда, вся соль в том, что именно новые коилхеды делают этот iJust таким привлекательным и отличным у всех предыдущих моделей. Все дело в том, что в новых испарителях, вместо всем привычных спиралей, теперь установлены нагревательные элементы в виде канталовой сетки. Благодаря которым новый iJust получился не только валящим, но и, не побоюсь этого слова, вкусным. Обдув регулируется путем проворачивания юбки, и его здесь очень много. Когда я тестил новую кибердудку от Elif, я перекрывал обдув практически на две трети. И вот именно в таком положении он казался мне идеальным по соотношению передачи вкуса и навал. Заправка реализована достаточно быстро и удобно. Для этого нужно отодвинуть крышку слайдер и залить вашу любимую жидкость в отверстие. В него помещаются абсолютно все носики и пипетки, и поэтому проблем здесь не будет. Из коробки iJust идет с установленной пузатой колбой на 6,5 мл. Но при желании ее можно заменить на маленькую прямую колбу на 2 мл. Комплектацию третьего iJust'а богато и не назвать, но все, что нужно для использования, здесь есть. Внутри запасное стекло, сменные ринги и заглушки под заправку, микро-USB кабель для зарядки и еще один испаритель. И что же касается вопроса цены. Рекомендована розничная цена третьего iJust'а составляет в районе 40 долларов, что вполне бюджетно за полный набор. Что ж, подведем итог. Основным изменением нового iJust'а стали его испарители. Благодаря нового поколения, последователей у iJust'а станет еще больше. Потому что он стал теперь реально вкусным и остался таким же простым и надежным. И, конечно же, главный вопрос. Стоит ли обновляться на новый iJust? Если вы до сих пор гоняете Next Gen, то вам проще всего будет взять испарители от третьего iJust'а и поставить их к себе, и оно будет работать точно так же. А вот если вы до сих пор сидите на втором iJust'е или S'ке, то однозначно третий iJust лучше. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. А на этом у меня все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok